Листья шпината кладу в сито и ошпариваю кипятком. У меня сегодня рикотта. Подходит также любой несладкий творог. Я добавляю черный молотый перец и соль. Перемешиваю. Далее нам понадобятся три одинаковые полосочки слоеного теста. Вот у меня были такие небольшие кусочки, поэтому я просто соединила их посерединке. Теперь на тесто выкладываем рикотту и распределяем ровным слоем, не доходя до края теста. На творожок выкладываю филе слабосоленого лосося. Можно, конечно, и копченого. Добавляю теперь листики ошпаренного шпината. Ну а теперь всю эту красоту аккуратно закрываем в рулетик. И то же самое делаю с оставшимися двумя полосочками теста. Теперь рулетики переворачиваем швом вниз. Теперь с одного края скрепляем три хвостика вместе. Ну а теперь сплетем красивую косичку. Косичку выкладываем в виде рождественского венка. Перекладываем рождественский венок на противень. Берем яйцо, добавляем немного молока и взбиваем. Яичной смесью хорошо со всех сторон промазываем веночек. Посыпаем теперь весь венок кунжутом и украшаем помидорками черри. А теперь отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-30. Невероятно красивый получился рождественский венок. Давайте скорее попробуем. Супер! Ну, во-первых, невероятно просто и нереально вкусно получается. Обязательно приготовьте такую красоту на свой праздничный стол. Друзья, от всей души хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Добра и уюта вашему дому. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok